Добрый день! Добрый день! Вот Виктор Кожанов, я бывший шахтер. Я здесь вот в Воркуте родился, в данный момент я здесь и нахожусь. Далее я трудился 30 лет, даже больше 30 лет, я работал в шахте. Работал обыкновенным трудягой, ну как сказать, слесарем, электрослесарем подземным на добыче. Ну после армии я вот как пришел и так и трудился тут 30 с лишним лет. В данный момент мне уже 54 года. Ну знаете, что я вам хочу сказать? Что такое шахтер с большим стажем? Я даже не говорю о 30 годах. Это человек, который, ну вот проработят говорю, который после выхода на пенсию, ну проще показать, где у него не болит, чем перечислять то, что болит. Ну вот скажем так, все мои коллеги с таким стажем меньше, чуть больше там, или это практически все инвалиды. Потому что там вот поработать в шахте, ну оттуда здоровым выйти практически невозможно. Ну это просто к слову. Но несмотря на это, я вот в данный момент считаю, что я что-то в жизни достиг. Скажем так, вот 5 лет назад, вот я еще в интернете, да не то, что в интернете, я компьютер плохо знал. Первые шаги мои по компьютеру где-то вот начались примерно лет 5 назад. И я, когда в интернет зашел, попал на вирус, меня там наказали на большие деньги, пришел на почту, как это так, мол, они говорят, ну заплатите, будете дальше работать, не заплатите, все, интернет отключат. Ну знаете, было такой момент, там какие-то с Австрии или с Австралии, по-моему, это люди, там такое, заразили компьютер. Пришлось мастера вызывать, тогда вообще не соображал в компьютере. Но факт тот, что у меня знакомство было такое не очень. Можно было психануть, бросить это дело, дальше в шахте работать и так далее. Но у меня было стремление, хотелось вот овладеть компьютером, захотелось бизнес в интернете начать, потому что я понимал, что прогресс продолжается. И именно будущее там, тем более там и фильмы смотрел, скажем так. И знаете, вот в данный момент я считаю, что я довольно-таки продвинутый пользователь. И мало того, у меня бизнес в интернете, я хорошо вырабатываю, но прежде чем, вот за последние два года, скажем так, довольно-таки хорошо. Но дело не в этом, дело в том, что люди некоторые, ну, свое развитие как бы притормаживают. Вот, в принципе, я же тоже мог уйти на пенсию и на пенсию эту существовать, так сказать. Но, вот на 50 лет, когда меня спросили, что ты говорит, хочешь подарок, я сказал, я хочу свой ноутбук. Это вот был мой первый ноутбук там. Мне его действительно подарили. Ну, правда, удивлялись, зачем тебе ноутбук, у тебя компьютер есть. Я говорю, я хочу, чтобы он был мой личный. Я хочу заняться бизнесом в сети. Ну, знаете, смешки, может быть, какие-то были. Может, до сих пор кто-то не понимает этого. Ну, факт тот, что я к этому отнесся серьезно. Начал заниматься, изучать. Примерно через сколько месяцев прошло? Это в конце июня. Вот в феврале у меня был день рождения. В конце июня я заработал свои первые деньги в интернете. Ну, правда, да, в интернете очень много разных ловушек, как говорится. И, ну, кое-что сохранил. Постепенно, постепенно я разбирался, разбирался в этом. И нашел то, на чем я начал уже зарабатывать, как бы, постоянно. Это у меня был форекс в бизнесе. Ну, скажем так, я еще до сих пор там немножко зарабатывал какие-то деньги. Но сейчас вот я с гордостью могу сказать, что я занялся два года, почти два года назад сетевым бизнесом. Я вот горжусь этим. Я очень люблю. Люблю свою работу. Что такое сетевой бизнес, если кто не знает. Это бизнес истории. Бизнес общения с людьми. Это судьбы людей. Вот я постоянно с людьми общаюсь. Знаете, даже вот такие рассказы. Меня, честно, иногда, вот когда с человеком побеседуешь, я потом долго даже уснуть не могу. Ну, скажем так, вот последнее, вот то, что меня поразило, это с одной женщиной я разговаривал. Бабушкой ее даже назвать язык не поворачивается. Потому что она мне рассказала такую историю, что она сетевым бизнесом занялась в 67 лет. И представляете, 67 лет над ней все смеялись. Смеялись. Внуки над ней смеялись, издевались. Говорит, да елки ты вот надумала. Сейчас эта женщина, она объездила, по-моему, 18 стран. Каждую поездку она ездит в другую страну. Ну, это вот она рассказывала, то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого года мы с ней разговаривали. Сейчас вот к ней внуки ходят, бегают. Она их бездельниками называет. Они ходят на свою какую-то работу, получают там копейки. И к ней вечно за деньгами приходят. Вы представляете? Ну, там бабушка дай, бабушка дай. Ну, что-то вот я не слышал у нее почему-то о детях. Ничего она не говорила. Ну, факт тот, что она говорит, я, говорит, боюсь внукам рассказывать о том, сколько у меня денег. Ну, вы представляете? Но это еще там тоже, знаете, когда с человеком знакомлюсь, рассказываю, беседую. Она говорила, что вот если бы был жив ее муж, он бы, говорит, мне не дал заниматься сетевым бизнесом. Говорит, он был противник этого. И вот она, говорит, очень любила своего мужа, но как тот, что так вот жизнь сложилась. Он умер раньше. Ей было заняться нечем, но занялся сетевым бизнесом. Она богатый человек. Вот, в принципе, это тоже вот одна из историй. Но таких историй вы бы знали сколько. Их просто море. Вот когда с людьми разговариваешь, и они тебе рассказывают, даже вот просто общение с людьми, оно тебя как-то подвигает на то, чтобы заняться дальше бизнесом. Но люди бывают разные. Знаете, очень разные. Кто-то такой пассивный, кто-то даже злой. Подзеляться. Вы знаете, недавно группу видел такую. Там Оло-Оло, Олоевич или что-то такое. Ну, это, знаете, вот секта моральных уродов. Ну, даже моральных не скажешь. Аморальных. Туда заходишь и читаешь. Они там... Вот я там-то поднасрал. Я называю вещи прямо как там написано. Я там-то подгадил. Они прямо так и пишут. Ну, знаете. И мат перематом везде. А там маска такая, уродец какой-то на этом... на этой секте. И это кривая рожа такая. Ну, это вот действительно. И вот под этой эгидой там всякие придурки, как говорится, крутятся. И вот такое. Они там объявили бизнес... Вот конкретно нашему бизнесу войну. Ну, скорее всего, там они и другим тоже видом бизнеса. Это у них не застоится. Но вот люди такие... Вот люди бывают. И действительно проходит... Даже, ну, это... Борьба идет... Ну, между... Как бы добром и злом. Кто-то человек даже вот... Они что-то ругают. Ну, ладно, ты ругаешь. Но ты предложи что-то свое. Если ты ничего не предлагаешь, ты ноль. Ты ничего не стоишь. Ругать может с любой. А ты покажи человеку, как ему... Как ему чего-то достигнуть. Я вот сейчас, вот скоро, я вам покажу... Модель успеха в бизнесе. Натурально. Я вам действительно это покажу. Покажу вот так вот. В руках держать. Но все вот люди, которые пишут в интернете, они делятся на несколько разных подгрупп. Кто-то все ругает, кто-то действительно позитивный, кто-то перестраивается. Но факт тот, что есть люди, которые ищущие. Ну, я вот, наверное, к ним отношусь. Которые не стоят на месте, которые, ну, прогрессируют. Прогресс действительно движется вперед. И мы вот такие люди есть. Вот сетевой бизнес, это вообще замечательная вещь. Там можно добиться успеха даже вот такому человеку, как я. Ведь я-то обыкновенный рабочий, ну, как работник, а электрослесарем подземным работал. Вы представляете, вот я 30 лет трудился с 3-го до 5-го разряда. Я хорошим специалистом был на шахте. Это я вам точно говорю. У меня награды есть. Там почетный механизатор угольной промышленности, шахтерская слава 3-й степени, медаль за трудовую доблесть. Даже у меня была такая ленточка. Лучше по профессии. Это, наверное, редко у кого есть такое. У меня там премию выдали. Ну, и там благодарности разные. Я не об этом. Я просто говорю. За 30 лет с 3-го по 5-й разряд. Вы представляете? А здесь вот в сетевом бизнесе я буквально, вот именно в сетевом бизнесе, ни в каком-нибудь там лохотроне или еще чего-нибудь. Не подумайте. Я хотя и эту школу прошел, я попадал много раз на всякую ерунду. А именно в сетевом бизнесе я на статус руководителя вышел. Ну, это платином у нас называется. Вот такое. Где-то через полгода, чуть-чуть больше. Это достижение. Это хорошие деньги. И как этого добиться? Об этом я вам сейчас немножко расскажу. Вот смотрите. Вот это вот называется книжечка. Судоку. Это прямо прототип успеха для бизнеса. Вы знаете? Вот картинка. Кому интересно? Неинтересно. Он взял, ушел. Но если человек интересен, интересно, он попадает. Вот здесь инструкция краткая. Дальше идут легкие судоку. Потом средние. И дальше сложные. Чтобы решить самые сложные, ему надо, вот человеку, если он вообще не знаком, вот сложные судоку практически решить очень сложно. Ну, для меня это хобби. Я люблю вот заниматься цифрами постоянно. Это в свободное время отдыхаю, беру там раз и решаю. Но это действительно прототип успеха. Вы знаете почему? Я вам сейчас объясню. Вот кто-то начинает, например, бизнес. Как он начинает? Он раз, пришел, вот сложные судоки, судоку раз, кинулся, бац, ничего не понятно, ничего не ясно, это все ерунда и уходит. Вот один тип людей. Он не прошел путь от легкого, среднего и до сложного. Чтобы решить сложный судоку, ему надо почитать инструкцию, почитать и дальше. Смотря в зависимости от скорости его, он пойдет от легкого. Если он будет решать много, вот 10 листов или 20 в день, он естественно, навык быстро у него разовьется и он потом сложный, сначала потом средний, потом сложный, он будет решать примерно с одинаковой же скоростью. У вас уже глаза потом будут сами находить ответы, где тут, что решается и как легко решается. Вот у нас у меня бизнес, сделан примерно по такой же системе. Я его нашел в интернете. Я очень благодарен своему спонсору, нашему гуру, как говорится, долларовый миллионер, который создал эту систему. Сейчас подобные тоже есть, они клонируются люди, но ему памятник за это можно поставить. Вы представляете, я вот сейчас тоже сижу и думаю, вы представляете, 15 лет человек не имел успеха, он трудился, он, скажем, плакал даже от этого, но потом стал долларовым миллионером. И вот он создал эту систему и прямо пошагово у нас идет от простого все сложнее и сложнее и сложнее. Главное, что у нас, у нас надо, чтобы добиться успеха, он об этом постоянно говорит. Стремление, постоянство, скорость и обучаемость, все, что надо, это все, что надо для того, чтобы достигнуть успеха в бизнесе. Вот у нас так оно и создано. Человек приходит на сайт, он посмотрел кратко ролик, ага, ему это не надо, я не скажу, что всем людям нужен сетевой бизнес. Кому-то это нужно, а кому-то нет, но факт тот, что тут у нас уже идет отбор. Дальше человек попадает к нам на тест-драйв. Это получается как бы инструкция. Вот здесь вот, вот, здесь посмотрел, тебе понравилось, не понравилось, отсеялся, купил ты, не купил книгу, она тоже что-то стоит. Так же у нас вот эти инструменты чего-то стоят. И дальше инструкция идет. это вот у нас тест-драйв. Дальше идет тренинг для новичков, в бизнес человек вступает, тренинг для новичков. Это получается легкие судопы. Дальше идет средние, и дальше человек обучается, обучается, и до сложности, он поступает, у него по ступеням, по ступеням, он постоянно, человек совершенствуется. вот это самый натуральный прототип. Это можно о любом говорить, конечно, но вот я вам серьезно говорю, что это прототип успеха. И по такой системе у нас создана прав-тиви. Ну, пусть меня простят, конечно, люди, но это действительно так. Я очень благодарен нашему гуру, нашему долларовому миллионеру, который ее создал. Вы понимаете, что человек, если бы он это не создал, то я бы, наверное, в бизнесе не преуспел. Да и многие. Чем у нас отличается? Вот если я вот раньше тоже рассматривал другие бизнесы, человек, вот я попадал на какую-то презентацию, там какой-то лидер, он постоянно ведет в записи, там у нас люди, которые пришли в этот бизнес, они практически все с нуля, вот так же и я там что-то, ну где-то что-то, вот когда начал я этот бизнес, у меня там действительно обвал был на Форексе, я пролетел тогда, действительно искал бизнес, вот так вот люди у нас практически все туда лидеры, все наши спикеры, они там красным обозначены, они туда попали, многие долги имели большие, имели кредитов кучу, они выкарабкались, они заработали хорошие большие деньги, и это продолжается, они теперь обучают людей, вы понимаете, и вот о чем я еще хочу сказать, вот кто-то приходит в бизнес, раз он пришел, раз, ну вот как здесь страницу например заполнил, другую решил, через неделю, через две опять зашел, и так далее, вот у него с такой же скоростью двигается бизнес, пока он дойдет до сложных, я не знаю, он может даже легкие пройти, средние пройти, а с такой скоростью он не сможет решать вот эти сложные с удовольствием, потому что нужен навык, навык, еще раз повторяю, стремление, постоянство, вот каждый день, каждый день вы должны делать свой бизнес, у вас должно быть постоянно стремление, и зависит от скорости, с какой вы делаете свой бизнес, и обучаемость, вы должны постоянно приходить и слушать, вот говорят, а что я там буду, я уже был, я это все слышал, человек должен впитать в себя это, человек должен в себя впитать, ты должен приходить на тест-драйвы, на тренинги, не был, у нас есть все в запись, обучись, послушай, ты должен составлять себе список, должен записывать в тетрадь все методы, и прямо пошагово, даже разговаривать, ну скажем так, вот я разговаривал с людьми, я боялся первое время разговаривать, я вам серьезно говорю, просто боялся с людьми разговаривать, тем более по скайпу, как это так, с некоторыми я там давно был знаком, но скажем так, когда я этот бизнес начал, вот на тех людей, на кого я рассчитывал, они со мной не пошли, но я это не бросил, я видел, что здесь система такая классная, я дальше продолжил, продолжил, потому что вот эту систему можно дублицировать, человек пришел и пошагово, здесь и вот он партнер взял, вот здесь даже на странице человек, он заполнил пару, послушал, говорит, а я это уже все знаю, и дальше идет на средний, судок, а дальше, дальше-то они сложнее, а потом еще на сложный, научись, научись работать, вот что надо, вот так вот просто, вроде объясняется, но это действительно нужно работать, ну вы представляете, чтобы вот мне слесарю, когда я пришел с армией, я устроился над обычной участок слесарем третьего разряда, потом вот мне понадобилось года три или четыре, четвертый получил, потом лет, по-моему, семь работал или восемь, по четвертому, потом пятому, потом на другую шахту перешел, там по четвертому поработал, потом пятый дал, опять там на шахту перешел, мне уже там пятый, я был специалистом, не, я 30 лет трудился, я был классным специалистом, действительно хорошим, вот здесь я буквально за четыре года сделал намного быстрее, благодаря интернету, может быть я не специалист продавать товары, да, я, но я и не стремлюсь к этому, но бизнес у меня развивается, и я получаю хорошие деньги, вот есть люди, которые, как говорится, тоже ушли на пенсию, если ты не на той стороне, или на этой, а просто сидишь и наблюдаешь, не живешь, ты не живешь, ты доживаешь свою жизнь, у тебя нет больших стремлений, ты не думаешь о том, чтобы вот купить себе где-то большой дом за границей, купить себе яхту, купить себе хорошую, крутую тачку за пару лимонов, ты думаешь о том, чтобы купить стиральный порошок, думаешь о том, чтобы сходить за хлебом, вот твои мысли, внуков там-то, ну вот, какой ты подарок можешь сделать внукам, детям, ну, хотя бы вот к празднику, на день рождения, ты доживаешь свой век, и к тебе будут относиться к людям, как ни к кому, ты никто, когда ты добьешься своего, когда ты начнешь что-то добиваться, тогда ты будешь личностью, я вас призываю, будьте личностью, я знаю, что сначала будут над вами смеяться даже, вот у меня лично даже вот здесь в одноклассниках кто-то даже злится на меня из-за того, что я, как говорится, вылез откуда-то там из шахты, был слесарем простым, я их понимаю, как это так, слесарь до этого, вот я сейчас благодарен судьбе за то, что когда-то я не окончил институты, я дважды поступал в институт и бросал их, ну, довольно-таки тяжело было, вот сейчас я вот думаю, какая бы судьба у меня была в данный момент, я бы трудился, горбатил бы, там бегал бы или с книгами, или это, может быть, ничего бы не было, я не знаю, но факт тот, что я бы так под колпаком и был, сейчас я свободен, я сейчас могу работать, могу не работать, это мое дело, у меня полная свобода, я могу даже поехать куда-нибудь и отдыхать, и довольно-таки надолго, с семьей, и так подведем итог, делайте выводы, стремитесь жить, жить, а не существовать, с вами был Виктор Кажалик,